Проводили очень много исследований, и вот, например, так или иначе, я занимался 52-мя кругами законодательного собрания. И вот, что я там увидел? Например, я увидел то, что порядка, на самом деле, всего лишь от 10 до 15% населения еще за 3 месяца до выборов не определились с выбором партии. То есть, фактически, у нас по многому сложилась такая партийная система электората. Людям было абсолютно уже даже не важно, сами личности, а, в принципе, электораты партийные полностью сложились. Вот, и это было для меня очень уникальным, что обычно у нас там, чем ближе к выборам, тем там меняется этот процент. Ну, обычно там от 30 и 40 начинает падать, и в итоге ближе к выборам там доходит до 7-8. Но, на самом деле, в этот электоральный сезон, вот, по крайней мере, по тем территориям, где я работал, я заметил, что этот процент неопределившихся в партии вообще не менялся к выбору. Он никак не изменился. В принципе, все было понятно примерно, как разложатся партии еще за 3 месяца до выборов. Единственное, что несколько результатов изменился, прогнозы, так как я, например, даже за год прогнозировал, что будет где-то там 40-45 в «Единой России», но «Единой России» ушла гораздо дальше, просто я вот не предусмотрел, что президент так активно присоединится к партийной агентационной кампании, собственно говоря, для тьмы дернет всю кампанию. Так же, как это произошло в далеком седьмом году, когда последние две недели президент активно присоединился, и, соответственно, был рывок подкатал. Значит, первое, это то, что у нас вложились устойчивые партийные, значит, электорации. В некотором смысле что-то похожее начинается, как вот в Европе или в Америке, то есть, кто сами, те люди, кто пошли, то есть, становились депутатами. То есть, если раньше это были такие во многом зависимые, понимаете, еще, то сейчас это было, скажем, люди, которые, скажем так, мало самостоятельны в принятии таковых решений. Те, которые мы сейчас избирали, может быть, безусловно, они будут в будущем изменить, но во многом, когда за два месяца до выборов, до месяца проходили слогичные исследования, то мы видели, что в принципе, по 90%, наверное, политиков были рейтинги и известности ниже, чем рейтинги тех людей, поддержки, которых за них собираются голосовать. Во многом эта ситуация могла существовать только в том случае, что вот существовались жесткие рейтинги партийные. То есть, фактически, партии вытаскивали с политики России 99%. А другие партии? Сейчас я расскажу про другие партии. Так вот, даже у «Единая Россия» в принципе, людей, которых можно назвать политтехнологами, были, ну, может быть, у половины, может быть, чуть больше. И там, как бы, планировалось устыкать. Но в принципе, многие кандидаты от «Единой России» так обнаглели, что увоняли политтехнологов за месяц до выборов. Это вообще новый тренд такой был в избирательных технологиях. За недавность увонять штаб за месяц до выборов. Как-то раньше обычно в это время нанимали людей, чтобы, в общем-то, рвануться в ура, а здесь увоняли. Так что, видите, этот сезон был, конечно, многими вещами уникален. Вот. Всегда, знаете, как-то его политтехнолог, когда работает, он ожидает, что на последние месяцы, как раз, основной в рывке, это импориен, понадобятся его таланты. Здесь, оказывается, нет. Таланты были не воскресены. Вот. Значит, по поводу других партий. Здесь важный момент, что была допущена очень большая другими партиями ошибка. В чем он заключается? В том, что все партии, они верили, что они наберут снова так же, как в 11. И они совсем никто не думали, что Владимир Владимирович запишет 6 роликов, выступит и покажет себя во всей красе так же, как в седьмом году. А если мы вспомним, в седьмом году и партии так же набрали, как сейчас. Ну, может быть, там плюс-минута, там полтора процента. Вот. Это первое. И второе. Вы же понимаете, я работал очень много и на оппозиционной партии. Тут очень часто все как-то хотят думать в оппозиции о лучшем. Что вот время пришло, и вот сейчас-то рухнет на самом-то деле. Все рухнет. И очень часто, когда полиэтиленовка нам говорит, куда вы бежите, вернитесь к почве. Мы не внутри округа Садового кольца. Мы, собственно говоря, здесь, на земле. Это вот на земле сейчас. Нужна стабильность, которая стабильность, там, выплачиваемый зарплат и все это такое. Нужен людям в порядок. И нужно поступательное развитие без эволюции потрясений. А каждому оппозиционному, ему же хочется на бригаду, ему же хочется, так сказать, на броневик. Ему же там с кулаком, и чтобы потом тебе картины рисовали и в телевизоре тебе показывали. Такого нет. В этой потребности сейчас нет. Сокращение дохода населения сокращается. Да, но в той же ситуации разогретой, привлеченной, ее нет. Поэтому, соответственно, если нет смены потребности у населения, смена, ее можно попробовать раскачивать. Но для этого надо вкладывать ресурсы. А ресурсы всему врубили. Поэтому оппозиция может хотеть что угодно, но если нет ни денег, ни потребности у населения, можно, так сказать, танцевать, себя порадовать. Я поэтому очень часто кандидатов всегда спрашиваю, скажите, мы вот на этой компании чем будем заниматься? У меня даже не забегну к форуму просто. Мы будем заниматься культом личности или будем выбор выигрывать? Ну, так, чтобы понимать. Но часто, кстати говоря, кандидаты, вот люди понимают, что есть, что мы занимаемся культом личности. Здесь есть некоторое тратило. Крайне было, если вот так вот, здесь в политтехнологии был такой знаменитый демотиватор. Появился демотиватор, когда сказали, что вернули выборы губернаторов. И такой демотиватор, политтехнолог Василий, значит, узнал, что этот, и он там сидит напротив горки кокаина, и есть такой счастливый. Значит, ну, они вернулись. А то раздулье, которое было, вот я вел губернаторские компании, когда они еще были теми губернаторскими компаниями, как в кино показывали. Вот, но этот самый, сейчас такого не было. То же самое все думали, вот сейчас вернулись, мы же гитарные компании, и вот снова нет. Ситуация другая, все гораздо будет подконтрольно, рынок урегулирован. Поэтому, если каждой корпорации за 5 лет нет такого региона, вот здесь у нас в России, где, в принципе, крупному региональному бизнесу не объяснили, что, в общем-то, ты это выборами лучше не заниматься. Раньше они все шли в выборы и думали, что они туда придут, депутатами будут, и к ним вопросов не будет. А сейчас, наоборот, вот вы в политику не лезете, к вам вопросов нет. А если крупный бизнес понимает, что нельзя, насколько, взять регион или какую-то территорию за деньги, то получается, какой смысл он это тратит? Ну, потом с ними договоримся, они говорят.